Это рубрика от Нуба до Бога, с нулевого аккаунта я буду развиваться до очень топового аккаунта, как у меня основной, после чего я разыграю этот аккаунт и также сделаю мини-конкурс. За первое место ты получаешь этот аккаунт, за второе место ты получаешь 500 робоксов, за третье место ты получаешь 250 робоксов и с четвертого по десятое место мои подписчики получают по 100 робоксов. Также, ребята, если хочешь выиграть этот аккаунт, тебе нужно постоянно комментировать серии, также ставить лайки на серии. Если ты это все сделал, то у тебя будет очень огромный шанс выиграть в этой рубрике. Всем удачи и приятного просмотра! До сих пор не знаешь, где купить топовый аккаунт в симуляторе пчеловода, так еще и с большим количеством робоксов на балансе, тогда я вам расскажу о группе Бис Варм Продажа. Эта группа работает уже 4 года на рынке, а также я тебе лично отвечаю, что это самая классная и крутая группа по продажам. Лично сам покупал у них много раз аккаунты и оставался довольным, так что переходи к ним по ссылочке в описании, а также я тебе оставлю ссылочку на них в закрепленном комментарии. Это Бис Варм Продажа, она такая одна. Ииии всем привет дорогие друзья, Косик Попа на связи и сегодня у нас выходит новая замечательная и очень топовая серия от Нубада Бога, так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал с колокольчиком, ну а мы в принципе приступаем к ролику. В общем ребят, успел я накипить 4 или 6 миллиардов меда, также у меня еще тут в Интере, давайте сложим его, потому что только что выключал макрос в принципе, да. И в принципе что я хочу сделать, у меня выполнен какой-то квест, пойдемте сдадим его, я так понимаю это биология в студии, в общем это у этого медведя я брал по-любому. Так что давайте его сдадим, так да, я у него брал и получил еще одну колбочку и она мне будет конвертировать быстрее получается мед, в принципе хорошая штука. Также что я хочу еще сделать, ребят, я почти накопил шипы, я начал опять же их копить, у меня уже 173 шипа, остается мне еще около 80 штук и я смогу приобрести себе Витсус Би. Ребят, открылась новая классная группа по продаже аккаунтов в Бесварм, у них можно купить крутые аккаунты, так еще и с донатом по дешевым ценам, взлетайте и покупайте. В принципе это будет очень круто, даже если я сейчас пойду покупать за тикеты себе, получается, ребята, шипы, то получается мне только на 60 шипов хватит, даже и меньше, нет, хотя да, ровно на 60 шипов мне хватит, а этого мало, мне нужно 80. Поэтому, что я хочу сегодня сделать, надо посмотреть, что нам для крафта нужно там получать синего наплечника, давайте зайдем, посмотрим. Так, вот синий наплечник, мне для него нужно 50 энзимов, энзимы, в принципе, будет нетрудно скрафтить. Так, дальше мне еще нужны глиттеры, вот глиттеры, это самое, ребята, сложное, что у меня, в принципе, может быть, потому что мунчармы, вроде как, кстати, их можно крафтить. Давайте посмотрим, заходим сюда и мунчармы ищем, да, мунчармы можно крафтить и они, кстати, стоят достаточно дорого, потому что, ну реально дорого обойдется, потому что мунчармы, одна штука, это получается, ну это дорого, ребята, это реально дорого, но в любом случае это возможно скрафтить. Поэтому я даже не знаю, что начинать делать, я думаю, начать делать, ребята, энзимы, сделать вначале остальные ресурсы, которые мне нужны, и после чего самый тяжелый начать делать. Так что давайте так и сделаем, так что берем, покупаем, давайте возьмем Рельжелен, 600 штучек примерно. Также, ребята, я думаю купить еще слотик, конечно, это не очень обойдется выгодно, в любом случае 40 пчел это и так очень много, но в любом случае я бы и хотел что-нибудь приобрести. Так что давайте берем, ищем, где у нас получается энзимы, вот энзимы, и давайте скрафтим сколько можно. Я, наверное, смогу скрафтить штучек 50, мне нужно. Нет, я могу скрафтить всего 39 штук, но пусть оно крафтится, в любом случае потом еще останется 11 штук мне добыть, и можно будет уже делать другую вещь. Также мне нужно еще блуэкстрактов, добыть еще 37 штук, и будет круто. Ну, кстати, блуэкстракты крафтятся максимально легко, потому что я фармлюсь, ребята, на синей поляне, когда я фармлюсь, я еще и дополнительно добываю блубери, так что это очень хорошо. Пойдемте, в принципе, приобретем новый слотик, потому что, ну, пускай он будет, конечно, он мне не даст прям такой жесткой прокачки, если он даже будет, ну, в любом случае пусть будет. Пойдемте, поставим тогда на него, ребят, basic egg, мне падает из него обычная пчела, а нет, демо B выпало. Ладно, ну и пойдемте тогда еще и поролим пчел на оставшийся мед, потому что другого я ничего сделать пока что не могу, кроме того, чтобы выбивать новых одаренных. Ребят, на этом моменте у меня вылетело видео, в общем, сейчас продолжим с второго фрагмента, когда я начал снимать. Хоны B мне осталось выбить, также, ребята, командор пчелу вроде как у меня, да, остается еще фаер пчелу, это из эпических, из легендарных, мне еще очень много нужно выбить всего. Если, кстати, выпадет у меня сегодня мифик, было бы очень круто, реально очень круто будет, если, кстати, шокет B падает, который у меня есть, мы ее меняем, brave, дальше лукер, дальше, давайте дальше, brave, давайте еще дальше. О, вот и выпал, наконец-то, командор, это, если что, ребят, очень офигенная пчела, сейчас объясню, почему, мы заходим, что она дает, и она дает, вроде бы, нам critical chance, если я не ошибаюсь, но вроде так и есть, поэтому это очень классная пчела. Да, она нам дает плюс 3 critical chance, в принципе, хорошая пчела, так что это отлично, плюс она еще и новая, такой пчелы у меня еще не было. Дальше мы кликаем, давайте что-нибудь попробуем выбить, рель-желе, конечно, улетает очень быстро, excuse B, кстати, такая пчела у меня, да, такая пчела у меня есть, buka B выпала, ну, пока я оставлю buka B, потому что остается у меня всего 7 рель-желе, на них ничего такого интересного, в принципе, не сделаешь. И пойдемте, сходим в магазинчик, посмотрим, сколько мне нужно еще на следующий плентер, сколько нужно меда, пойдемте, зайдем, посмотрим. Кстати, я бы очень сильно хотел себе купить синий плентер, потому что хотел бы купить above, комфортный, нектар намного быстрее. Да, ну, в общем, мне нужно еще 3 джели бинса, я смогу купить себе кэнди плентер, дальше, чтобы купить себе теки плентер, мне нужно 1 purple potion, это не тяжело, но самое тяжелое, это нужно 5 хардваксов, ну и также 20 софтваксов, то есть и свечки, они прям очень сильно мне нужны. Ну и самый жесткий, тут, в принципе, очень много нужно ресурсов, чуть позже я это точно буду покупать, но не сейчас, а ладно. Пойдемте еще, ребят, убьемте всяких боссов, ребят, не забывайте боссов убивать каждый день, особенно Кинг Битлеса, потому что он спавнится вроде как раз в 6 часов, и его можно убивать постоянно, то есть каждый день. Туннельного мишка он спавнится, ребята, раз в 2 дня, то есть сейчас я его убью, и вы увидите. Если у вас Витсуус одаренная, то все боссы у вас спавнятся намного быстрее, да и все мобы, которых вы убиваете, они спавнятся вроде как на 25% быстрее, то есть, ну это очень хорошее, в принципе, одарение, если вы будете одарять Витсуус бы или у кого она одаренная, в общем. Я убил его, мне даются всякие интересные ресурсы, самый главный мне давался 1 глиттер, это одно из самых важных ресурсов, которых мне нужно и сейчас. Также пойдемте убьем Кинг Битла, такого крутого, конечно, ничего мне не выпало с туннельного мишки, но в любом случае, плюс 1 глиттер, это уже очень хороший ресурс, который мне дался с ним. А, давайте еще убьем Кинг Битла, кстати, ребята, надеюсь, что в следующей серии я уже буду покупать шипастую пчелу, конечно, в этом не особо уверен, но можно будет попробовать, то есть, накопить до следующей серии еще 80 шипов и приобрести, наконец, долгожданную себе Витсуус Би, и можно пойти уже будет после нее убивать краба. То есть, ну, такая вот серия вышла, как бы, да. Так, кстати, джелибинсы, джелибинсы. Можно будет, кстати, использовать всякие коды в этой игре, потому что я на этом аккаунте еще ни один код не использовал, и из этих кодов что-нибудь интересное уже и сделал. То есть, там, пойти жестко фармиться или, допустим, кроме того, как пойти пофармиться, оно и дает всякие интересные ресурсы, которые, в принципе, добываются в квестах. Ну, реально. Плюсов много, поэтому давайте прокачаем еще пчелу до 8 уровня. Хотя до 8 мы ее даже и не смогли вкачать, поскольку тут печенек мне не хватило. Ну, хотя бы седьмого уровня она уже у меня есть. Также за этот ролик выбили плюс еще одну одаренную пчелу нового типа. Также, сколько мне там остается? По идее, мне еще остается, ребята, 7 одаренных пчел, чтобы я смог купить себе алмазный старомулет. Нет, даже мне 6 осталось новых пчел. 6 новых типов одаренных пчел, и я смогу взять себе, ребята, алмазный старомулет, и, в принципе, будет топ. Ну, по серии, как бы, я скажу вам то, что все. Купили в этом ролике новый слот, выбили на этот слот новую одаренную пчелу. Ну, и, в принципе, еще выбили на Букаби одареную. Она у меня, в принципе, и так есть. Но в любом случае, вторая тоже как бы не помешает. Получилась вот такая вот серия, ребята. Рекомендуйте данный видеоролик своим друзьям. Или порекомендуйте в каких-нибудь сообществах. Это меня очень сильно мотивирует. Всем спасибо за помощь. На связи был Косик Попал. Оставайся добрым, будь мудрым. Но завтра мы уже увидимся на более крутой серии. Потому что завтра уже будет немного лучше. Так что как-то так. Всем пока-пока.